Привет, ребята! И опять всем привет с Гавайев, с города Ганалулу! У нас всю ночь лил проливной дождь и весь день вот до обеда. Сейчас только что он прекратился, и я быстрее-быстрее побежала куда-нибудь пройтись, прогуляться. Возможно, по магазинчикам. Небо затянутое, потому что и дождь пойдет опять в любую минуту. Но на пляж идти смысла нет в такую погоду. Вот трамвайчики. Очень шумно. Люди все не могли, наверное, дождаться, когда закончится дождь. И вот все дружненько вывалили на улице. Ай, на меня с крыши молилось! Вот здесь традиционно стоит очередь. Всегда. Я ни разу там не пробовала еду. Японская, насколько я понимаю, еда. Надо будет мне как-нибудь поэкспериментировать еще и с японской кухней. Вообще, это показатель. Когда очень много народа, очереди, значит, что хорошая и недорогая еда. Сегодня я иду по улицам Вайкики. И вот конкретно по улице Кухио. И вспоминаю своего дорогого Рикардочку. Вспоминаю добрым словом, светлой памятью. Сегодня полгода как его не стало. Вообще, он умер 30 августа, а в феврале 28 дней. Поэтому я не знала, когда точно полгода. Или вчера, или сегодня. Время, конечно, очень интересная штука. С одной стороны, эти полгода были самыми тяжелыми в моей жизни. Я очень тяжело пережила уход Рикардо. Столько было неприятных обязанностей у меня. И с документами, и с бумагами, и с оформлениями. Но с другой стороны, я сейчас оглядываюсь назад и думаю, Господи, неужели прошло полгода? Такое ощущение, что все было только вчера. Так оно свежо все еще в памяти. И рана еще болит. Она еще не зажила. Сейчас я уверена, что Рикардо смотрит на меня вот оттуда, с небес. И радуется тому, что я здесь, на Вайкики, вспоминаю о нем. Сейчас заплачу. Давайте зайдем в магазин Рос. Когда я здесь жила на Гавайях, это был мой любимый магазин. Здесь ничего не изменилось особо. Просто, знаете как, по старой памяти пройдусь, посмотрю. В общем, я не хочу здесь ходить с камерой, кругами. Поэтому, если что-то интересное увижу, то вам покажу. А нет, так нет. Платишки. Я хочу что-нибудь себе очень легкое, но с длинными рукавами. Вот такая. Разлетайка. Такая же, только бежевого цвета. Стоит 13,99. Белая рубашка. Длинная. Рукав закручивается. Надеюсь, его видно. Еще одна вот такая пляжная рубашка с длинным рукавом и с выбивкой такой вот. Еще вот такой халатик а-ля платьишко бегать на пляж. Рукавчик длинный, но можно подкатать там пуговичка специальная и сделать его покороче. Вот эта вот просто простая, но ткань очень хорошая. Те, такие, как бы немножечко грубоватые, это тоненькая-тоненькая, классная. Обувь. Кельвин Кляйн 32,99. Реакшн. Тринадцать, девяносто девять. Двенадцать, девяносто девять. Вот красненький, неплохой. Тоже фирмы Кеннесс Реэкшн. Одиннадцать, девяносто девять. Вот какая-то фирма. Манди называется. Восемь девяносто девять. И вот еще черненький Кеннесс Реэкшн тоже. Кожа мягкая, но внутри, конечно, безобразие розовое. А вот здесь всевозможные мужские кошелечки. Десять девяносто девять. Мужские, конечно, гораздо симпатичнее. Некоторые даже очень-очень ничего. Хорошенькие. Кеннесс Реэкшн опять же. Вот этот вообще классненький. Прямо кошелечек. Мягкая, мягкая кожа. Стоит четырнадцать девяносто девять. Вот такая прикольная курточка. Здесь такие вставки, как бы трикотажные. Здесь и вот по рукаву. А сама она такая хэбэшечка. Вот давайте еще так ее вам покажу. Такая сзади. Вот так вот, как бы присборенная ткань, получается из-за вот этих вставок. Стоит эта курточка двадцать семь девяносто девять. А была шестьдесят восемь долларов. Фирма какая-то неизвестная. XS. Даже прочитать не могу. Размер S. Что-то меня сегодня на все белое тянет. Вот еще одна курточка этой же фирмы. Тоже хэбэшечка такая. Тоже вот такие вставочки. И вот здесь такое кружево. Вот так, не знаю, видно или нет. Как бы показать-то? Очень тоненькая, длинный рукав. Я все же решила пройти в примерочную и померить нормально все эти курточки. Это знакомая боже вам беленькая. Как она комфортно сидит. Это что-то. Еще одна беленькая вот такая. Кармашек совсем-совсем маленький. Кружево. И укороченный рукав. Такой чуть ниже локтя. Сзади точно так же, как и у этой курточки. Вот так. Эту курточку я тоже уже мерила, но M. А вот сейчас решила померить S. Это модель. S на мне лучше. M большеватая. А спинку покажу. Здесь. Вот так вот. Как она выглядит. Еще есть вот такая модель. Черненькая хэбэшечка с трикотажечкой. Тоже в двух видах сочетания. Здесь на рукаве такие хлястики. И вот так вот она выглядит сзади. Классная. И напоследок. Вот такой мой самый любимый грязно-розовый цвет. Курточка с кармашками и с кружевом. Вот здесь. Я тоже взяла двух размеров. Но вот именно модель. Эта модель мне почему-то M кажется лучше. S-ка маловатая. Покажу спинку. Так вот выглядит спинка. Но курточки, конечно, просто принялись. Вот еще в большом зеркале. Ну, прелесть, прелесть. Мне очень нравится. В общем, не смогла я выбрать. Беру и белую, и черную курточки. Дома еще померяю хорошо. И посмотрю на видео, как они на мне смотрятся. И вы мне советуете, какая лучше. Одну потом сдам обратно. Опять стал накрапывать дождичек. У меня с собой есть зонтик, но мне его не хочется доставать. Я иду в Халакао-авеню. И знаете еще, почему я особенно часто вспоминаю Рикардо в эти дни? Потому что я рассматриваю вот эту свою поездку на Гавайи, как Рикардо в такой запоздалый подарок мне на Рождество. Скажем так, подарок оттуда. Рикардо уже нет, но он продолжает обо мне заботиться. Вы все знаете, что такое мили. Если кто не знает, это такие специальные бонусы, которые авиакомпании начисляют за то, что ты пользуешься их услугами. За каждый полет 3 или 4 тысячи миль кладется тебе на специальный такой милевый счет. И потом, когда накапливается достаточное количество этих миль, то на них можно покупать билеты. Так вот, Рикардо, он очень-очень много летал. И у него, у Алясской авиалинии было 150 тысяч миль. У меня вот, например, 50 было всего. Он, конечно, гораздо чаще меня летал. И где-то месяца через 2-3 после Рикардовой смерти, разбирая все его аккаунты, я обнаружила эти мили и написала письмо в Аляскинской авиалинии с просьбой перевести его мили на мой счет. И вы представляете, они мне ответили, хоть я и не верила в это, сказали, чтобы я прислала им свидетельство о смерти и перечислили мне вот эти все мили. Билет мой на Гавайи, поэтому получился совершенно бесплатный. Я заплатила за него милями, Рикардовыми милями. И получилось то ли 47 тысяч, то ли 57 тысяч миль. Ну, а если бы я покупала эти билеты за деньги, то они обошлись бы мне примерно в 700 долларов. Так что спасибо тебе, мой родной Рикардушка, где бы ты ни был, за то, что продолжаешь обо мне заботиться. И я тебя вот хожу и вспоминаю добрым словом здесь, на Гавайях. Вы знаете, я вернулась в магазин Мессис вот за этой кофточкой от Лаки Бренда. Я посмотрела дома видео и очень она мне понравилась, несмотря даже вот на этот рукав. Я вот сейчас его просто повыше поддернула и все. И он смотрится очень даже неплохо, мне кажется. И опять же, как я уже говорила, эта кофточка будет сочетаться со всей моей одеждой, даже вот с этими штанишками. Она длинненькая, прикрывает все здесь. И самое главное, конечно, качество, обалденное, качество тоненькое. В общем, все, беру. Стоит она, я уже говорила, но сама забыла, 59,50. И как вы, наверное, заметили, сегодня я уже хожу в новой футболочке от Лаки Бренда. Мне она безумно нравится. Я вот ее одела и снимать не хочу. Так, поэтому я этой покупочкой очень довольна. И надеюсь, что вот эта кофточка тоже мне будет служить верой и правдой. Вот на другой стороне дороги у нас яблочко мое любимое. Очень нравится мне здесь вот такая мостовая, выложенная камнем. Ох, не жарко. На улице не жарко. Самое время мне одевать одну из сегодняшних покупок. Или кофточку с длинным рукавом, или курточку. Люди, видите, ходят в легких курточках, в ветровочках сегодня. Ну, где-то плюс 20-22, вот так. Обычная температура здесь 25-27 зимой, но вот сегодня чуть прохладнее. Нежданно-негадо на сегодняшний день из-за дождя у меня превратился опять в день шопинга. Вот, на пути у меня магазин Victoria's Secret. Ну, знаете, тоже пошопиться надо, потому что на Аляске этим заниматься совершенно не хочется. Холодно и не располагает к этому погода. А здесь, ну, прямо удовольствие одно. Пройтись по магазинчикам, что-то купить. Настроение есть это делать. Вот оно, женское царство. Мальчишки, закройте глаза. Мальчишки, закройте глаза. Мальчишки Мальчишки Какие красавицы Красивый магазин Все на Кавайях красивое В Анкоридже тоже есть Виктория Сикрет Но здесь Он уж особенно красив Я зашла еще в один магазин Сваровский И мерю вот такие сережки Они слегка Голубоватого оттенка И вот теперь я думаю Какие лучше взять Эти или кольца Итак, с покупкой меня Купила я вот эти сережки Запаковали мне их в коробочку Это такой маленький мешочек Давно я хотела купить эти сережки И вот наконец-то Моя мечта осуществилась Стоят они 79 долларов Но я заплатила где-то 82 Потому что здесь на Гавайях Нужно приплюсовывать Сколько-то там процентов налога Каждой покупки А на улице в это время Начался дождь Поэтому я сейчас буду Доставать зонтик И уже прятать камеру Наверное, на сегодня все Пойду домой Относить свои покупки С вами прощаюсь Всех целую Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok